Сенгелей выступит экспериментальной площадкой проекта поддержки инициатив жителей по обновлению фасадов своих домов. Такое решение озвучил губернатор Сергей Морозов в ходе обсуждения планов по благоустройству города до 2022 года. Глава региона посетил Сенгелеевский район с рабочим визитом в конце августа. В этом году мы выделяем на благоустройство дворов и общественных пространств Сенгелея порядка 15 миллионов рублей. В прошлом направили на эти цели 10 миллионов рублей. Сегодня мы уже видим, как город постепенно преображается. Нужно продумать механизм стимулирования жителей частного сектора приводить свои дома в порядок, обновлять фасады, когда часть расходов жители берет на себя, а часть затрат на ремонт ему компенсирует власть. И когда мы приведем все фасады в хорошее состояние, это будет уже другой вид города, отметил глава региона. Я пока теоретически рассуждаю. Значит, может быть, мы возьмем и обкатаем некую такую программу стимулирования жителей частных домов на то, чтобы вот они привели свои дома вот в такое состояние. Понятно, что сначала вместе, вот как мы сейчас разрабатываем, разрабатываем с ними проект. эскизных, как вы правильно сформулируете. После этого, так сказать, вместе с ними смотрим и говорим о том, что он стоит, допустим, 50 тысяч рублей. Хорошо. Значит, там утверждаем и говорим, 50% муниципалитет заплатит, которому мы деньги дадим, 50% сам гражданин заплатит. Может такое быть? Может такая вот местная инициатива быть? Может. Да, вот в рамках проекта местных инициатив. Значит, простимулирует это людей? Ну, наверное, да, многих это простимулирует. Губернатор осмотрел территории, обновление которых проводилось в рамках проекта по формированию комфортной городской среды в этом и прошлом году. В настоящее время ведется благоустройство дворов и общественных пространств в районном центре, поселках Цемзавод и Силикатный. Напомним, в этом году на реализацию проекта по формированию комфортной городской среды в Сенгелеевском районе из бюджетов разных уровней выделено более 19 миллионов рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова